Приветствую вас, Роман. Знаете, я не думаю, что женщина и мужчина как-то вот особенно воспринимают другого партнёра с ребёнком. То есть, что-то так можно сказать, типа, что женщина сложнее принимает мужчину с дочерью, но легче с сыном. Да, то есть, это не зависит от пола, это не зависит от того, кто кого принимает, это зависит от индивидуальных особенностей. От индивидуальных особенностей самого человека, который это делает. Если женщина, например, обладает какими-то проблемами, да, то есть, есть какие-то проблемы, или она, ну, не сильно любит своего партнёра, что не готова принять его ребёнка, то ей будет сложно. Если она готова, если она сильно любит, если нет проблем, она его примет. И абсолютно не важно, кто это, мужчина, женщина и так далее. Вот, поэтому я не знаю, где вы это прочитали, не знаю, как вы это узнали, но могу сказать, что пол здесь абсолютно никак не влияет. Вот, потому что проблемы у всех людей, в принципе, не одинаковые. Вот, ну, кроме женских проблем, мужских проблем, но это связано, там, достаточно узким количеством аспектов, вот. А в основном проблемы у всех, у всех похожи. И никак не влияет принадлежность к какому-либо полу на лёгкость или, наоборот, сложность принятия партнёра с ребёнком. Вот, на это влияет только уверенность в себе. Вот, если человек в себе уверен, ему легко это сделать. Если человек в себе не уверен, ему тяжело это сделать. В принципе, всё. Поэтому здесь, мне кажется, вот это гендерное разделение, да, углубляется. Это ни к чему, на самом деле, хорошего не приведёт, прям. Ну, потому что никому, никому ещё гендерное разделение не помогло. Ну, вот так прям всё, что прям на пользу пошло, но такого не было, не было. Вот, поэтому я, конечно, вас ни к чему не призываю, но просто хотел бы, чтобы вы поменьше как-то обращали внимание на вот такие аспекты. Это аспекты чисто, 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 чисто гендерные. Вот, и больше внимания уделяли всё-таки, наверное, непосредственно человеку. Вот, просто непосредственно самому человеку вы уделяли больше внимания. Это было бы очень, ну, это было бы продуктивнее. Просто для вас, вот, это было бы, я бы сказал, даже, ну, эффективнее это было бы для вас. Вот, просто вот потому что, ну, просто потому что у вас не было бы, там, допустим, ну, к примеру, да, там, каких-то стереотипов относительно того, что вот мужчина, вот женщина, они там, соответственно, что-то делают, что они, соответственно, у них есть какие-то вот особенности, да, что, как бы такая история двойных стандартов. Вот это, мне кажется, ну, сильнее всего мешает и сильнее всего разрушает, разрушает. Вот, и сильнее всего влияет. Вот. Так что, вот, примерно так. Я бы ответил на ваш вопрос. Вот. Если вас женщина не принимает, ну, вот, именно вас женщина не принимает с ребёнком. Что, я бы сказал, что дело здесь не в том, какого, ну, какой пол, а... Дело не в том, что она вот женщина, а вы мужчина, да. Вот. Дело здесь именно в том, что у человека есть просто свои собственные ограничения, вот, которые, ну, не позволяют ему эту черту переступить, вот. Такое, к сожалению, было, было, это неприятно, безусловно, но такое было. И самое главное, что, что здесь нужно, это не принимать на свой счет того, что она отказывается с вами взаимодействовать. Ну, 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 например. Вот. Это вот та ключевая история, тот ключевой момент, на который вам нужно обратить внимание. ну, или, как минимум, то, что является несколько более, более, важным, более важной историей, чем вот то, что вы описываете. вот. Опять же, да, не потому, что там, ну, не потому, что я стараюсь обесценить что-то, не потому, что я стараюсь что-то обесценить, нет. А именно, именно по той причине, что это вот ключевой аспект, когда, ну, внимание, да, внимание уделяется в большей степени именно индивидуальности человека, а не его гендерной принадлежности. Вот. Потому что очень легко обидеть человека вот тем, что все сводится, допустим, только к его гендеру. Очень легко обидеть человека. Так что вот, примерно, ну, примерно так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад вам помочь и ответить. Может быть, вам нужна помощь в разборе вашей жизненной ситуации. Обращайтесь, буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.